Приветствую вас на первом циничном канале, и сегодня мы поговорим о зомполитах в мужском движении. Рассмотрим довольно специфическую тенденцию, которая наметилась буквально в последнее время среди блогеров мужского движения. Забегая вперед, скажу, что не буду касаться личности, не буду касаться деятельности ни одного из блогеров. Это один из моих принципов. Не рассматривать этот сказал хорошо, этот сказал плохо. У каждого человека своя философия, каждый дает свое видение, поэтому нельзя говорить, кто сказал лучше, кто сказал хуже. Это видение каждого конкретного человека. В этом индивидуальность. Рассмотрим просто тенденцию. Что за тенденция? Появилась целая плеяда блогеров, которая вещает откуда-то. То есть идет заставка, человека не видно, но голос за кадром, который говорит на тему мужского движения, причем призывает к таким, ну не то чтобы радикальным вещам, но довольно-таки отважным, смелым. То есть человек прячется и призывает к смелости. Довольно своеобразная вещь. Что интересно, тут есть даже, ну некоторые из этих блогеров дают пояснение, что почему, чтобы не было неприятностей, где-то там в личной жизни, на работе, среди друзей, знакомых и так далее. Чтобы вообще не было неприятностей в связи с введением канала по тематике мужского движения. Давайте подумаем вот над чем. Какие неприятности могут быть у блогера мужского движения? На самом деле всего две категории неприятностей. То есть поштучно-то их может быть огромное множество, но можно разделить их все на две категории. Во-первых, это неприятности с законом. То есть вы можете сказать лишнее слово, не подумав, и подпасть там под какую-нибудь 282 статью. Поэтому приходится очень четко следить за речью, очень четко смотреть, чтобы не было к чему придраться с юридической точки зрения. Короче говоря, отслеживать этот момент. И вторая категория неприятностей это друзья, знакомые, родственники, работа, коллеги по работе. То есть вы столкнетесь с женщинами, от которых может как-то зависеть по работе, ну чаще по работе или же это знакомые. Вы столкнетесь, да, с женщинами, которые разделяют как раз принципы матриархата. Вы столкнетесь с теми же баборабами, которые будут, ну так или иначе, вас бодать, что разве так можно? Разве настоящий мужчина может так размышлять? Короче говоря, вот эти две категории неприятностей. Это действительно может создать определенные проблемы на работе, когда вас начнут там шпынять, без премии оставлять. Ну много чего. Теперь, от какой категории неприятностей прячутся блогеры? Ну я думаю, что все мы не настолько наивны, чтобы считать, что спрятав лицо, можно спрятаться от неприятностей, связанных с законом. То есть, если действительно вы ляпнете что-то лишнее, если завтра будет принята какая-то статья новая, если трактование даже 282 статьи будет, ну как-то шире, как, например, 58 статья в период сталинских репрессий, когда человек мог сказать, не знаю, я тракторист. Тракторист? Ты не гуди. Ты имел в виду троцкист, правильно? Высшая мера. Все. То есть, в принципе, может быть бред. Сейчас действительно понятие экстремизма, разжигания какой-то ненависти, оно уже очень близко юридически к понятию враг народа при Сталине. Поэтому действительно могут возникнуть неприятности. Вы можете просто сказать, что, не знаю, я сегодня, пожалуй, посплю. Ты поспишь сегодня? Это вместо того, чтобы вместе с нашим вождем к светлому будущему идти? Да ты, в принципе, льешь воду на мельницу мирового империализма? Гнида. Вышак. Может и так будет. Это было. И, возможно, это повторится. Я даже думаю, что что-то подобное повторится. Но, понимаете, от этих проблем не уйти с помощью того, чтобы спрячете лицо на канале. По айпишнику можно спалить и тысячи других методов, каким образом можно человека найти. Я думаю, никто не считает, что правоохранительные органы будут, кто это, кто это, ой, я его видел, он вот там живет, поехали, задерживать. А по-другому его задержать нельзя. То есть только вот по лицу. Это первый момент. То есть ничего здесь ни изменить, ни исправить. Я думаю, сами блогеры это понимают. То есть от этих неприятностей не уйти. Стало быть, второй тип неприятностей. Это работа, это личная жизнь, это какие-то друзья знакомые. Но давайте подумаем вот еще над чем. Почему? Только ли ведением канала по тематике мужского движения можно нажить себе неприятности на той же работе или среди знакомых? Или достаточно высказывать просто какие-то мысли мужского движения, причем высказывать даже тогда, когда вы не можете не высказать. И неприятности у вас будут все те же самые. Ну, грубо говоря, ведете вы канал на мужском движении, вас спалили на работе. Все. Настоящий мужчина так себя не ведет, так не размышляет. Пошел вон там, пиши по собственному желанию или премию тебе не дадим. Это один вариант. Но другой вариант. Вот сейчас грядет вот этот праздник баборабов, точнее королев и баборабов, 8 марта. Не сдайте деньги на работе, не сдайте там на тех же баб, на то же начальство. И к вам будет точно такое же отношение. То есть наивно полагать, что только канал по тематике мужского движения может напакостить в обществе матриархата, в обществе баборабов. Просто имейте собственное мнение. И тот же матриархат стукнет по вам не меньше, чем если вы будете вести канал. Что из этого следует? Что если человек не хочет светиться перед матриархатом, перед элементами матриархата, женщинами, баборабами с помощью канала, то наверняка он не захочет светиться и какими-то другими способами. Иначе канал шифровать бессмысленно. Иначе чего тогда канал в открытую не вести, если вы не будете сдавать деньги на 8 марта, хотя бы на работе. Поэтому учтите такой момент. С вероятностью там 99,9 все вот эти смелые люди, которые из-за экрана, не показывая лица, говорят, не бойтесь там, идите на пролом. Сейчас, через буквально там чуть больше, чем неделю, на полусогнутых понесут на 8 марта там бабам. И будут как клоуны перед ними изгаляться. «Ой, Марья Ивановна, оставайтесь всегда такой красивый, там без слез не взглянешь. Оставайтесь всегда такой красивый, дайте вас в попу поцелую». И вот это вот все будет. Поэтому все вот эти замполиты, а почему замполиты, я много раз приводил пример, чем отличается командир от замполита. Командир говорит солдату «делай как я», а замполит «делай как я сказал». Так вот все эти замполиты сейчас пойдут по полной программе прокатываться по этому станку унижения на 8 марта. Зато будут потом высказывать какие-то радикальные мысли, говорить о том, что сказали правильно, а что неправильно другие блогеры, которые не боятся светиться. Это забавно действительно. Но учтите, сейчас каждый из них пройдет вот через это 8 марта. У древних римлян, кажется, была такая фишка. Когда разбивали на голову какую-то армию, людей не убивали. То есть все, люди сдаются. Их не убивали. Кого-то в рабы, но такое большое количество рабов могло быть не нужно. Так вот, что делали? Особенно если какой-то отряд небольшой, столько рабов не взять, втыкали два копья, сверху вязали третье. Ну, буквой «П» нашей. Вязали третье, но значительно ниже человеческого роста. Так вот, кто хочет жить, пройди под это копье. Смысл, что ты наклонился под оружие. Под оружие противника. Наклонился, пошел вон. В принципе, свободен на все четыре стороны. Вот сейчас все пройдут под это 8 марта. Все те, кто боятся выступить, ну, просто показать себя. Потому что ничего не дает канал того, что не давал бы, допустим, того, что не давал бы отказ сдать деньги на 8 марта. Никакого плюса. Поэтому смотрите все-таки, смотрите, что вам говорят замполиты. А то, знаете, в свое время, когда я в налогуакадемии учился, нам одну сессию сделали, ну, зданий не хватало, помещений. И сделали сессию колледж, как же он, техникум, по-моему, автомобилестроения в текстильщиках. Мы туда пришли, там такой специфический контингент, ну, детишки учатся, ну, гопники, откровенно, гопники, такое бодловатое какое-то население. И вот у них прикол был, я смотрел, как они между собой общаются. Да вы что-нибудь сделаем. Вот гопник выскакивает, подначивает явно, провокатор. Да вы что-нибудь сделаем. И другие находятся, не знаю, там, мы идем, там, светофор, кнопка на светофоре, давай нажмем, но сам не жмет. Вот то же самое и здесь. Не знаю, там, давай машину разобьем, давай окно выбьем. И один дурак говорит, что давай окно выбьем, а другой еще полный дурак, побежал выбивать, а этот посмеялся. Вот примерно то же самое. Вам говорят, не бойтесь, сделайте то-то и то-то, но сами показаться боятся. Вот в чем прикол. Поэтому думайте, кто вам говорит, не бойтесь. Это то же самое, что я открыл дверь там, посмотрел, точно никого нет, ну, сто процентов. Не бойтесь. И закрыл сразу на ключи, и все, и там подъедело, с головой спрятался. Примерно то же самое. Поэтому все-таки думайте, думайте насчет того, в чем роль замполита. На передовую они не идут. Они кричат, показывают направление, а дальше встают вместе с заградотрядом. Когда вы отступать начнете, вас начнут херачить. Вот, такой короткий обзор.